Приветствую вас. Вопрос звучит следующим образом. Познакомилась с молодым человеком, мне 32 года, он обманулся, сказал ему тоже 32, в итоге я узнал, что узнал, что он младший на 4 года, обманул, что он не приезжий, узнал уже после того, как пропал. Начали встречаться, писал каждый день, после секса начал звонить, общение стало лучше, съездили за город, случился второй секс, время привели потрясающе. По словам о поведении, человек был воодушевлен, мной целывал руки и т.д. Прямо отношение изменилось, стало трепетнее, по приезду плавно общение стало сходить на нет. Я спросила, что не так, наш дой человек ответил, что все хорошо, чтоб я не надумывал. В итоге, он просто пропал. Он не женат, это 100%, девушки нет. Он врач, работает через один, увидел его потом на сайте знакомств. Я вышел по социальному статусу, я жил на дорогой машине, и я из благополучной семьи. Вопрос такой, почему мужчина отказывается от общения, особенно красивая и семья девушка, которая готова подружать по работе и быть на одной волне? Почему не цепляется за достойный вариант? Спасибо. Ну, самый такой, самый такой, скажем так, самый такой, если можно так выразиться, самый такой вариант, да, который вот видится лично, лично мне, самый такой вариант. Это вариант того, что мужчина у вас почувствовал что-то, то есть вот, ну, почувствовал вообще не с вами что-то, что выгвало у него отражение. Это может быть некоторая конкуренция, например, с вашей такой вот стороны, да, ну, не особенно конкуренция, то есть когда вы чересчур активны, чересчур доминируете для человека. То есть то, что вы вышли его по социальному статусу, особенно с учетом того, что он не приезжий, он приезжий. Также, ну, вот, к какой-то степени играет роль, существенную роль, то есть, ну, в данном случае можно говорить о том, что не все, не все мужчины, да, далеко. Не каждый мужчина способен принять девушку, которая, которая выше него по социальному статусу. То есть далеко не каждый мужчина на это способен именно в силу аспектов самолюбия, да, в силу аспектов самооценки, вот, в силу аспектов стереотипов каких-то. Вот, поэтому в данном случае конкретном, если мужчина именно, вот, что приезжий, то в этом аспекте я бы сказал, что его это все могло напрячь, да. Поэтому почувствовал, что вот вы находитесь выше него и, соответственно, соответственно, это его задевало. Это задевало его самооценку, да, это задевало его самолюбие и, соответственно, он с вами в отношениях быть не захотел. Понятно, что причина может быть вот не только в этом, да, то есть понятно, что причина может быть в другом. Например, в том, что человек изначально несерьезный, ну, вот, как бы, то есть, ну, то есть, изначально он мог быть, вот, таким, ну, скажем так, изначально он мог быть несерьезно к вам настроен, вот, ну, просто к силу того, например, факта, да, что он не ищет серьезных отношений, вот. Такое, в принципе, тоже может быть, как мне кажется, то есть, изначально обман человек выдает некоторый стыд, да. То есть, изначально тот факт, что человек вас обманул, да, уже, как бы, говорит о том, что человек, человек как-то, вот, может, ну, стыдиться, стыдиться себя, стыдиться каких-то своих моментов, вот. И, в общем и целом, это, конечно, довольно сильно может оказывать влияние на его поведение, ну, я имею в виду поведение, там, с вами, например. Вот, хотя, хотя, я думаю, что вызывает вопрос и то, почему вы рассматриваете себя, вот, как, ну, как вот такой вариант, как вы говорите, вариант достойный. То есть, вы в своем тексте описываете моменты, где вы выстраиваете не совсем серьезные, как мне показалось, отношения, да. То есть, это не значит, что вы должны устраивать серьезные отношения, ну, то есть, вы устраиваете такие отношения, в принципе, какие хотите устраивать. Это ваше право. Но, у всего есть своя цена, и, в данном случае, если вы выстраиваете, вот, ну, отношения с человеком, вот, такие, когда, ну, вас и, довольно быстро, секс, да, случился, и как-то вот вы, там, условно говоря, закрыли глаза на обман с его стороны. Вот, то вот это все, конечно, выдает некоторую вашу невнимательность к, ну, к себе, к своим ценностям. Вот, и некоторую, может быть, такую чрезмерную заинтересованность в отношениях. Вот. Что, опять же, мужчину могло от вас просто-напросто отвратить, отдалить и так далее. Вот. Вот. Поэтому данные аспекты имеют, а, все смысл учитывать. То есть, не всегда, а, общение с умной, красивой, искренней девушкой, да, которая готова быть на одной волне является то, что нужно мужчине. Вот. Вот. Потому что, если ему нужны были, например, несерьезные отношения или секс, там, на несколько раз, то, какой бы вы ни были, в серьезные отношения он не вступил. Вот. А вам я бы, вот, рекомендовал обратить внимание на то, как вы к себе относитесь, что вы считаете себя достойным вариантом. То есть, такое ощущение, да, что пытаетесь себя продать. Ну, отношения начинающиеся со дна, ну, да, ну, вряд ли они могут привести к нему-то хорошему. Давайте, как бы, ну, смотреть правде в глаза. Вот. Вот. Кроме того, важно понимать, какую мысль вы транслируете мужчине. Да. Если вы требовательны к себе, например, ну, вот, глобально, глобально, если вы глобально требовательны к себе, например, да, вот. Вот. к сожалению, поэтому я бы хотел, чтобы вы на это обратили свое внимание, да, ну вот, в том числе, потому что это важно, как мне кажется, это очень важно. И, соответственно, для выстраивания, ну, качественных отношений, да, вам нужно, на мой взгляд, разобраться в том, какой мысли, какие послания, послания вы транслируете человеку. Вот. Понимаете, да, что я имею ввиду? Вот, соответственно, на этом я бы и обратил ваше внимание, и с этого, возможно, я бы и начал какой-то вот анализ и работу над собой. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. И, я думаю, все. Это все. Это все.